Аркадий Аверченко, пропавшая калоша Добльса Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для подробностей или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Аркадий Аверченко, пропавшая калоша Добльса, эпиграф После «Таймса» мы зашли в редакцию «Дели Нью», «Пельмель» и еще в несколько сочинения Артура Конан-Дойля. Мы сидели в своей уютной квартирке на Бейкер-стрит в то время, когда за окном шел дождь и выла буря. Удивительно, когда я что-нибудь рассказываю о Холмсе, обязательно мне без бури и дождя не обойтись. Итак, по обыкновению выла буря, Холмс по обыкновению молча курил, а я по обыкновению ожидал своей очереди чему-то удивиться. — Латсон, я вижу у тебя флюс. — Я удивился. — Откуда вы это узнали? — Нужно быть пошлым дураком, чтобы не заметить этого, ведь вспухшая щека у тебя подвязана платком. — Поразительно! Этакая наблюдательность! Холм взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом вынул скрипку и сыграл вальс Шопена, Ноктюр Нострадамуса и Полонез Васкадагама. Когда он заканчивал тридцать девятую симфонию Юлия Генриха Циммермана, в комнату с треском ввалился неизвестный человек в плаще, забрызганный грязью. — Господин Холмс, я Джон Бенгам, ради бога! Помогите, у меня украли, украли! Ах, страшно даже вымолвить! Слезы затуманили его глаза. — Я знаю, — хладнокровно сказал Холмс, — у вас украли фамильные драгоценности. Бенгам вытер рукавом слезы и с нескрываемым удивлением взглянул на Шерлока. — Как вы сказали? Фамильные? Что? У меня украли мои стихи! — Я так и думал. Расскажите обстоятельства дела. — Какие там обстоятельства? Просто я шел по Трафальгарскверу и, значит, нес их стихи-то подмышкой, а он выхватит и бежать. Я за ним, а калоши и соскочи у него. Вор-то убежал, а калоша — вот. Холмс взял протянутую калошу, осмотрел ее, понюхал, полизал языком и, наконец, откусивший кусок, с трудом разжевал его и проглотил. — Теперь я понимаю, — радостно сказал он. Мы вперели в него взоры полные ожидания. Я понимаю. Ясно, что эта калоша резиновая. Изумленные, мы вскочили с кресел. Я уже немного привык к этим блестящим выводам, которым Холмс скромно не придавал значения. Но на гостя такое проникновение в суд вещей страшно подействовало. Господи, помилуй, это колдовство какое-то! По уходе Бенгама мы помолчали. — Знаешь, кто это был? — спросил Холмс. — Это мужчина. Он говорит по-английски. Живет в настоящее время в Лондоне. Занимается поэзией. Я всплеснул руками. — Холмс, высущий дьявол! Откуда вы все это знаете? Холмс презрительно усмехнулся. — Я знаю еще больше. Я могу утверждать, что вор, несомненно, мужчина. — Да какая же сорока принесла вам это на хвосте? — Ты обратил внимание, что калоша мужская. Ясно, что женщины таких калош носить не могут. Я был подавлен логикой своего знаменитого друга и ходил весь день как дурак. Двое суток Холмс сидел на диване, курил трубку и играл на скрипке. Подобно Богу, он сидел в облаках дыма и исполнял свои лучшие мелодии. Кончивший элегию Ньютона, он перешел на рапсодию Микеланджело и наполовину этой прелестной безделушки английского композитора обратился ко мне. — Ну, Ватсон, собирайся. Я таки нащупал нить этого загадочного преступления. Мы оделись и вышли. Зная, что Холмса расспрашивать бесполезно, я обратил внимание на дом, к которому мы подходили. Это была редакция «Таймс». Мы прошли прямо к редактору. — Сэр, — сказал Холмс, уверенно сжимая тонкие губы, — если человек, обутый в одну калошу, принесет вам стихи, задержите его и сообщите мне. Я всплеснул руками. Боже, как это просто и гениально! После «Таймс» мы зашли в редакцию «Дели Нью», «Пэл Мэл» и еще в несколько. Все получили предупреждение, и затем мы стали выжидать. Все время стояла хорошая погода, и к нам никто не являлся. Но однажды, когда выло буря и бушевал дождь, кто-то с треском ввалился в комнату, забрызганный грязью. — Холмс, — сказал неизвестный грубым голосом, — я добльц. Если вы найдете мою пропавшую на Трафальгарсквере калошу, я вас озолочу. Кстати, отыщите также хозяина этих дрянных стишонок. Из-за чтения этой билиберды я потерял способность пить свою вечернюю порцию виски. — Ну, мы эти штучки знаем, любезный, — пробормотал Холмс, стараясь свалить негодяя на пол. Но добльц прыгнул к дверям, и, бросивши в лицо Шерлоку рукопись, как метеор скатился с лестницы и исчез. Другую калошу мы нашли после, в передней. Я мог бы рассказать еще о судьбе поэта Бенгама, его стихов и пары калош. Но так как здесь замешаны коронованные особы, то это не представляется удобным. Кроме этого преступления, Холмс открыл другие, может быть, более интересные. Но я рассказал о пропавшей калоше Добльса, как о деле наиболее типичном для Шерлока. Сатирикон, 1908 год. Конец пропавшей калоши Добльса Читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Запись сделана для проекта LibriVox Все записи проекта LibriVox находятся в общественном достоянии Субтитры создавал DimaTorzok